Татьяна, какие бывают виды роз и вот как новичку не запутався при выборе для своего участка? Их же очень много. Чайно-гибридные, флорибунды, плетистые. Вот расскажите про каждый вид и его особенности. В этом нужно разобраться заранее, потому как для себя нужно определить все-таки, что именно вы хотите получить от роз. Если это должна быть изгородь живая, то нужно приобрести плетистая роза Рамблер. Она вьется, требует опоры, ее хорошо запускать на, допустим, забор, на какую-то сетку, на какую-то опору. И тем самым будет цветущая роза и листва ее перекрывать, ну, как скажем так, создавать форму забора. Если же вы хотите получить длительное цветение с большим количеством бутонов, то есть это получается шапка роз на одном побеге, длительность это где-то около 100 дней, то есть вот она цветет практически непрерывно, то это будет флорибунда. Здесь плюсы в чем, все-таки обилие разнообразной окраски ее, то есть не особо она прихотлива в уходе. Флорибунда это практически непрерывное, значит, обильное цветение. Если это для срезки, вы считаете, что вам надо часто дарить букеты роз, то лучше выращивать и покупать чайно-гибридную. Группа чайно-гибридной розы это, как правило, 1-3 цветка на побеге. Причем, если вы хотите вырастить именно хороший, крепкий и для срезки один бутон, то боковые побеги следует вовремя отщипнуть, дабы образовался один крепкий бутон. Также существует группа миниатюрных розочек, допустим, тоже где-то на каких-то участках, где нужно пространство закрыть, можно высадить миниатюрные розочки. Тоже как бы цветение обильное у миниатюрной розы, тоже расцветки можно выбрать разные, есть оранжевые, есть желтые, белые, сиреневые. Ну и очень вот мне нравится группа, еще могу посоветовать, палеантовых роз. То есть тоже можно создать из них бордюр, вдоль бордюра высадить и непрерывное практически тоже у них цветение, очень обильное. Группа палеантовых роз не требует большой, сильной обрезки, то есть вот зацветает она и на прошлогодних, и на побегах этого года. Вот, ну и довольно продолжительно цветет. Ну также можно еще, вот часто рекомендую группу парковых роз, потому как она зацветает очень рано и цветут обильно тоже. И в основном парковые розы очень ароматны, тоже создают очень хороший эффект. Это самое преимущество. Да. Ну вот сейчас на пике популярности английские розы Остина. Вот что можете сказать про них? Про розы Остина отзываюсь очень даже положительно, потому как они поддаются, во-первых, они черенкованию, во-вторых, они при переживаемости тоже очень хороши. Ну то есть они в наших условиях, конечно, не все сорта, но вот испытанные сорта у нас, они как бы показывают себя хорошо. Цветовая гамма разнообразна, цветок, как правило, бутон, очень большой размер цветка. И, ну вот, аромат – это тоже большое преимущество английских роз. А вот если говорить про селекцию других стран, вот французская селекция, канадская, вот как мне относитесь? Ну, очень, в принципе, ценно для нас, вот французская селекция. Мы, вообще-то, собираем тоже в коллекции у нас имеются сорта украинской селекции, России, то есть вот так как-то к нам ближе и все-таки роднее, да. И мы вот поддерживаем, ну, много сортов, которые пришли к нам еще с 50-х годов, вот наша вообще коллекция. Ценность ее заключается, что некоторые сорта растут у нас 50-70 лет, то есть практически со дня основания нашей коллекции. И вот этим мы, можно сказать, гордимся. Это вот мода на старинные розы. Как вам эта группа роз и вот почему они так вот нас тоже привлекают? Да, старинные группы роз – это для меня больная тема, потому как я стремлюсь приумножать и собирать в своей коллекции именно старинные розы. Потому как они все-таки, опять-таки, в них есть такая вот, скажем так, изюминка той старины, когда были замки, когда были монастыри, когда проходили балы, когда писали картины именно с участием роз. И хочется вот эту вот, эту культуру поддерживать все-таки, чтобы у нас оставались вот это вот, именно старинные вот эти розы. У нас в нашей коллекции тоже есть сорта. Селекция в 1864 году, то есть в 19 веке они были. И вот, как бы, они устойчивые, они не требуют там особого ухода, потому как, ну, то есть они самоочищающиеся. Обрезка производится раз где-то в 2-3 года, обрезать их надо. Зимуют они отлично. Ну, единственное, у них есть такой, как бы, грешок, скажем так, это то, что они подвержены болезням. Вот некоторые сорта из ремонтантных, допустим, они подвергаются больше болезням, допустим, мучнистая роса, или некоторые сорта ржавчины подвержены. Но, опять-таки, каждую вообще, каждую группу роз, каждую роз нужно сохранять заранее. То есть избежать вот этих болезней, это тем, что мы проводим обработку, как правило, заблаговременно. Не тогда, когда вы увидели уже, что пошла болезнь, а заблаговременно, через каждые 2-3 недели мы проводим обработки фунгицидами, инсектицидами. То есть наши розочки мы должны предотвратить заболевание. То есть интересно, что мода циклично не только в одежде, но и в розах получается. Да, да, да. Старинная все-таки, у нас старинная, да, возвращается периодически к нам, через какое-то время мы носим старинную. И то же самое у роз тоже, такая же история. Ну вот, хотя испытываем много и современных сортов, не все, не все, конечно, скажем так, приживаются в наших условиях климатических, но те, которые все-таки хорошо себя проявляют и сохраняются 2, а то и более 3 лет, то мы можем рекомендовать их к выращиванию, к приобретению населению нашему. Вот у многих на слуху еще пионовидные розы. Что это подразумевает под собой понятие? Ну, собственно, это и есть розы Остина. Их как-то вот и называют пионовидные, потому что бутон действительно похож на пион. Такой крупный, такой вот махровый, ароматный, кстати, да, потому что пионы, они ароматные, так вот и розы Остина тоже имеют аромат очень. Вот для посадки новичку, что лучше выбрать, открытую корневую систему или закрытую саженцем? Ну, в чем отличие? Есть какое-то принципиальное? Все-таки, конечно, лучше закрытая корневая система. Чем меньше травмируешь ее, тем она быстрее пойдет в рост. А ведь сразу методом перевалки переместить ее уже на постоянное место жительства, скажем так, это проще, чем ее дополнительно, ей нужно набирать будет силы. Ну и еще немаловажен факт тот такой, что все-таки розы, чем раньше весной, это апрель месяц, вы посадите, приобретете и посадите, то там может или уже позже, ну, осенью, осенняя или весенняя посадка, тогда вы можете покупать, именно приобретать открытую корневую систему. А вот уже закрытую корневую систему вы можете, в принципе, аккуратно где-то под хороший полив посадить даже летом. А вот готовить предварительно саженец к посадке, насколько необходимо? Вот в чем-то вымачивать его? Нужно это делать? Ну да, для начала нужно немножечко корни наши просмотреть. Во-первых, освободить от упаковки, именно упаковочного грунта, потому как там вот часто ком, допустим, торфа, корни наши загнуты вверх, в беспорядочном порядке, к ним питание не поступает, поэтому вот эти вот корни надо пересмотреть, распечатать, опустить вниз, подрезать до белого среза. Вот как только будет белый срез, значит, это годится уже нам для посадки. Вымочить их в стимуляторах роста, ну, где-то, чтобы они, во всяком случае, распрямились и где-то в течение, может быть, даже суток побыли именно в воде со стимулятором роста. И вот после этого, да, уже можно будет приступать к посадке. В посадке, когда, ну, сажатие, то нужно корни наши распрямить по периметру на ямы, ну, дабы они пошли во все стороны, дабы быстрее пошло питание. Не в одну какую-то точку, а со всех сторон уже питание поступало. Ну, и, конечно, обильный полив в яму, естественно, побольше органических удобрений. А касаемо сроков посадки, осенью или весной? Годится и то, и то, в принципе, ну, я склоняюсь к осенней посадке, как-то вот, все-таки, наверное, осенью. И опять-таки, если это саженец уже взрослый, хороший, крепкий, окрепший саженец, то, в принципе, его можно сажать как осенью, так и весной. А вот уже молодые, допустим, годовалые наши зачеренкованные розочки высаживать, ну, следует лучше, конечно, по весне, чтобы они за сезон уже укрепились и смогли перезимовать. Естественно, под укрытием, потому как укрытие, вот у нас в наших климатических условиях все-таки укрытие должно быть. Не требуют укрытия только вот парковые, это наши видовые, близкие к шиповникам, люди называют их шиповники. Вот эти вот розы, они, в принципе, зимуют без укрытия. Некоторые сорта палеантовых роз могут перезимовать без укрытия, но все остальное все-таки лучше, где-то больше, особенно чайно-гибридные, флорибунда укрываются больше. А вот чем лучше, лапником или спонбонд? Все-таки лучше спонбонд, спонбонд. И сверху, вот как мы фиксируем листвой, спонбонд, дополнительно как бы создаем такой еще листвы. Лапник, он пропускает где-то, пропускает, хоть они и дышат, но и все равно пропускает мороз. Если будет ледяной заходить ветер, то прихватит наши кусты. Как понять, что пора их уже все открывать? Вот тут же тоже такой момент спорный. Еще и с нашей погодой, то дождь, то солнце, то холод, вот как быть? Как только пойдет уже плюсовая установится температура, где-то до плюс 10 почва наша уже начнет прогреваться. Не затягивать это дело. Даже если немножечко там у нас будет опускаться, естественно, днем теплее. Ночью холоднее. Роза не боится заморозков до минус 6. Поэтому следует приступать к открытию роз. Потому что как бы хуже, когда уже перепреет она. То есть это для нее хуже. Выпревание розы опаснее даже, чем если вот, ну смотря как она зимует. Если где-то повредилась морозами куст, то можно срезать наш почерневший побег до зеленого, до вот окученного куста. И там уже пойдет на наш опору сельпиновому. Но вот если уже выприла, куст выпревает, то повреждается полностью сначала сверху побегов, и потом вследствие уже и до корня доходит, и наша роза погибает. Поэтому вот опаснее все-таки выпревание, чем где-то повреждение мороза. Давайте вернемся к моменту посадки. Как правильно выбрать место на своем участке для розы? И какое идеальное расстояние должно быть между двумя кустиками? Место солнечное, потому что розы – это светолюбивые, теплолюбивые у нас растения. Поэтому где больше солнца, где меньше скапливается влаги, чтобы аэрация почвы была хорошей, чтобы не было сквозняков у нас, чтобы, ну, если и было какое-то затенение небольшое, то не на целый день, а периодически какое-то время есть, какое-то время солнечно. Расстояние для посадки следует соблюдать условия, какие у нас имеет куст. Ширина куста, высота и диаметр куста следует учитывать. Если наш куст довольно-таки высокий, мощный и широкий, то тогда нужно выбрать расстояние где-то около 80 сантиметров. А если это розочки прямостоячие, допустим, та же чайно-гибридная роза, 50 сантиметров достаточно. Но опять-таки следует понять, что вы хотите получить, какой эффект. Если это должен быть сплошной ковер, то есть вы высаживаете, допустим, полностью цветущую робатку, значит, расстояние должно быть небольшое между кустов. При цветении у нас закроется это пространство и будет такой вот эффект цветущего ковра. А если это будут точечные посадки, то есть сорт 1, 2, допустим, это флорибунда, чайно-гибридная, то тут уже можно сажать на разном расстоянии друг от друга. Где-то больше, где-то меньше. А вот еще многие любят высаживать розы рядом с многолетними какими-то растениями. Туи могут посадить, можжевельник. Можжевельники и туи на себе сохраняют болезни, которые потом передаются розам. То есть даже ржавчина, какие-то пятнистости могут передаться на наши розы. Поэтому вблизи можжевельников не рекомендуется высаживать. А в принципе многолетники, цветочные там какие-то травы хорошо себя чувствуют. Ну, опять-таки, нужно еще соблюдать высоту, чтобы не затеняли, чтобы не мешали друг другу, чтобы было какое-то благоприятное соседство, скажем так. А как правильно подготовить посадочную яму для роз? Вот каких она размеров должна быть? Как правильно заправить ее? Мы уже говорили про это. Ну, давайте вот еще раз напомним. Значит, для посадки следует соблюдать, в первую очередь, обратить внимание на корневую систему. Если, значит, корневая система большая, то и яма должна быть такая, чтобы уместилась туда наша корневая система без загибов, без заломов. То есть она себя свободно чувствовала. И глубина, если это роза привитая, то мы заглубляем нашу корневую шейку до уровня почвы. Можно, ну, на пару там сантиметров ниже, потому как бывает, что размоется водой, и все-таки корневая шейка будет видна. Этого не следует делать. Ну, и заглублять тоже сильно, тоже не рекомендуется, потому что будет расти порсель шиповника, и это осложнит нам задачу по уходу за нашей розочкой. Вот. И в яму вносится, что у нас? Ну, вносится компост какой-то, вносится удобрение. В перемешку с почвой можно внести и калийно-фосфорное удобрение, чтобы наша корневая система развивалась получше. И сколько его нужно? Ну, сколько по рекомендуемым нормам, смотря сколько у нас грунта будет заполняться, столько и удобрения. То есть, есть рекомендации по вносу удобрений. И, значит, обязательно навоз. В яму навоз, который прикрывается частью земли, чтобы наши корни не получили ожоги. Полив. То есть, высадить просто в землю не получится. Для хорошего эффекта, для пышного цветения, для благодарности наших розочек пышным цветением. Все-таки следует их кормить. А вот полив как правильно произвести уже после посадки непосредственно? Ну и в дальнейшем как поливать? И может быть, есть какие-то такие золотые часы для полива роз? Полив, значит, когда вы высаживаете, нужно для начала в яму залить где-то, ну, опять-таки, смотря, в зависимости от размера ямы, наполнить ее водой, чтобы она хорошо там промокла. И потом только посадить, засыпать землей и снова сделать небольшое такое углубление, чтобы наша влага задерживалась. И обильно полить водой. В зависимости от температуры нашей воздуха, то есть, если это высокие температуры, то следует поливать раз в два дня, следует поливать наши саженцы. Если уже погодные условия позволяют нам, то есть, ну, пасмурно, то тогда раз в три-четыре дня, четыре где-то. То есть, вообще, всегда следует смотреть по почве. По почве видно, если верхний слой уже достаточно сухой, часто мы не поливаем, но поливаем реже, но обильно. Обильно, обильно. Где-то из расчета ведра два под хороший куст розы. Утром или вечером? Под мощный куст. Полив можно производить как и утром, в принципе, так и вечером. Главное, чтобы это не было под палящим солнцем в обед. А поливать можно и утром, и вечером. А вот еще многие советуют при посадке обрезать и ветки, и корни. Вот как такой агроприем? Он работает? Имеет место быть? Да, да, да. То есть, мы должны просмотреть наш саженец и укоротить наши, если побеги имеют высокие, если побеги высокие, то их следует укоротить до почки, смотрящей наружу, оставить где-то, может, две-три почки, но под почку, смотрящую, выходящую наружу. Мы подкорачиваем наш саженец, дабы растение все-таки давало свои силы, питание отдавала на приживалась корневая система. То есть, вот они на быстрый рост побегов. И вот если ваша розочка успела зацвести, допустим, вы ее посадили в этом сезоне, розочка успела, хочет свести, то следует все-таки не дать ей подцвести, а бутоны удалить. Опять, дабы, чтобы роза прижилась, чтобы корневая система наша развилась, и чтобы она в дальнейшем первую зимовку, перезимовку перенесла лучше. Для того, чтобы куст наш был пышным, его нужно подкармливать. Вот чем лучше подкармливать уже в процессе, скажем так, жизни розы? Первая у нас подкормка проводится аммиачной селитрой. То есть, мы сделаем акцент на азотное удобрение. Потому как нам нужно, чтобы развился хороший рост побегов. И вот, значит, после этого где-то в апреле мы вносим комплексное удобрение. То есть, там уже должно быть и азот, и фосфор, и калий все вместе. Следующее у нас будет, когда начинается бутонизация, мы делаем акцент на фосфорокалийное удобрение. Потому как фосфор калий влияет на наши бутоны, на наше цветение. То есть, чтобы они были полноценными, чтобы они были яркими, более устойчивыми. И для этого вот именно фосфор и калий способствуют. А уже вот после первого цветения, когда мы обрезали наше отцвёвшее соцветие, пока укоротили, то следует внести, можно точнее внести, например, ещё раз комплексное удобрение. То есть, с присутствием азота это благоприятно будет влиять на наше повторное цветение. Но это вот уже азот мы вносим уже в июле последний раз. И больше азота нам не требуется, чтобы растение потихонечку, потихонечку, но готовилось уже к перезимовке. Ну а уже ближе там, например, к концу августа, начало сентября, мы всё-таки вносим ещё раз калийное удобрение. Калийное удобрение способствует образованию сахаров, накоплению сахаров в корневой системе. И наша корневая система тем самым будет укрепляться и зимой лучше. А вот стимулировать рост роз можно? Стимулируем мы рост розы в течение... Если мы высаживаем наш молодой саженец, для того, чтобы он у нас быстрее набирал силы и подрастал, вот тогда мы стимулируем препаратами, да, мы опрыскиваем некорневую подкормку, проводим стимуляторами роста. А вот от болезни как защитить свои цветы? Вот самая такая распространённая – это вот чёрная пятнистость, верно? И вот как с ней бороться? Ну вот от болезни заблаговременно следует проводить обработки фунгицидами. Потому как если растение уже заболело, то вы уже ему как бы... То есть следует что? Предотвратить нам болезнь. С промежутком две недели нам следует обрабатывать их. От мучнистой расы, от чёрной пятнистости, от ржавчины проводить обработки. С повторностью, например, провели сегодня, через две недели проповторили. Потом можно сделать перерыв, допустим, в три недельки. Потом следует снова обработать и повторить через две недели. Вот с таким вот последовательностью, с такой. Если вы увидели, что на ваше растение уже, ну, в принципе, напала тля, или листовёртка, или цветоед, то следует обработать инсекцицидами растение. Опытные садоводы говорят, что хочешь предупредить болезнь своих растений, выбирай те сорта, которые к ним устойчивы. Вот какие сорта можете посоветовать? Более такие вот устойчивые из, например, плетистых роз. Это айсберг, фламентанс устойчивый к болезням. Тот же розариум юторсен. Вот зима – это настоящее испытание для роз. Как подготовить их к этому периоду? Последнюю подкормку сделать калийными удобрениями, чтобы наши корни всё-таки хорошо себя чувствовали, не вымерзали. Следующим этапом следует обработать наши растения медным купоросом, для, опять-таки, чтобы наши болезни не сохранялись под нашим укрытием. Потом нужно розы наши обрезать. Обрезка роз, чайно-гибридные, розы флорибунда. Мы обрезаем, в принципе, под укрытие. Какое укрытие мы сможем им дать, насколько высокое, столько мы обрежем наши розы. Более детально мы можем обрезку сделать уже весеннюю, весной. Тогда мы обрезаем, что у нас не перезимовало. Тогда мы выводим куст, формируем наш куст. А зимой, то есть под укрытие мы обрезаем. Следующим этапом мы наши розы должны окучить. Окучиваем до сантиметров 15-20 на куст высыпаем. Можно землей. Хуже, конечно, но практикуется такое. Торфом окучить можно. Или теми же опилками. Но окучиваем, я считаю, это обязательный прием, потому как розы мы этим самым сохраняем. Если не перезимовала верхняя часть какая-то побегов, то под землей, когда мы разокучим, мы все равно найдем зеленые части, которые потом пойдет уже отрастание наших роз. Мы их сохраняем тем самым. И вот после этого уже, когда наступают первые какие-то заморозки, когда уже температура опускается до нуля и порой ниже, то мы уже приступаем к укрытию роз. Розы укрываем спонбондом, сверху листом. Или, допустим, лапником можно укрыть. Или можно создать им сухое такое укрытие, как парничка сделать. Например, дуги какие-то поставить. И наверх пленкой укрыть. Но только так, чтобы именно, если укрываем пленкой, чтобы эта пленка не соприкасалась сильно к нашим кустам и не создавала парниковый такой эффект, чтобы там не скапливались болезни, чтобы оно продувалось. Делаем какие-то небольшие, оставляем щели, чтобы было продувание. А что можно сказать про искореняющую обрезку? Наша роза, допустим, заболела. И вы видите, что все побеги повреждены. То тоже можно провести обрезку полностью, удалить все наши побеги. Тем самым выпустятся новые, уже здоровые побеги. Но при этом надо почву обработать, потому как в почве заселяются наши болезни, сохраняются. И оттуда снова переходят на растения. Поэтому нужно проводить обработки почвы специальными препаратами. Фитоспорином, например. А вот обрезка листвы? Обрезка листвы у нас производится перед укрытием роз на зиму, перед зимовкой. Те листья, которые самостоятельно не смогли облететь, то мы им помогаем. Мы их обрезаем. И желательно убираем, чтобы они не зимовали под кустами. Потому как на них тоже могут сохраняться болезни, которые будут развиваться под нашим укрытием. А пересадить розы как правильно? Пересадить. Пересадить, значит, если вы видите, допустим, что ваша роза несколько лет сидит на одном месте, не набирает мощности, не образовывает новые побеги молодые. То есть как будто замерла она. Значит, что-то пошло не так. Может быть, корни недостаточно... Бывает такое, что плохо распрямлены, они находятся пучком. Где-то, может быть, место неудачное, допустим, сильно вот вода, влага собирается, заболоченность такая, получается, много влаги. Значит, тоже влияет. Может быть, мало поступает солнечного света ей. Возможно, недостаточное питание вот этого грунта, который заправлен в яму нашу, нет питания. То есть можно розу немножечко, да, ее подтолкнуть на прорастание и пересадить. То следует, что по-новому, значит, выбрать, определить место лучшее для нее и, в принципе, освободить полностью от земли, пересмотреть еще раз корневую систему, снова подрезать ее до здоровых частей, до белого и посадить по-новому розочку. А вот если все хорошо, но вам почему-то следует пересадить в другое место, но она и растет, и все, а вот нужно перенести, то лучше, конечно, сделать это с комом земли. То есть выкопать, чтобы полить, пролить, чтобы образовался, земля была влажная, образовался при выкопке ком земли на корнях и вот этой вот методом перевалки пересадить нашу розу. А вот размножать как правильно? Пересадить, а вот размножать розу как правильно? Ну вот методом, значит, размножаются розы методом черенкования, методом деления куста, отводками, значит, например, прививкой той же. Значит, черенкуются розы, как правило, в июле, черенкуются цветущие побеги, обрезается, значит, на 2-3 почки, делается сверху срез над верхней почкой прямой, над нижней почкой косой срез. И наш черенок погружается в, значит, в грунт, часть грунта и часть песка. Погружается наш черенок под уклоном и закрывается, поливается, и закрывается чем-то, создается парничок. То есть или пленкой, или какой-то банкой, вот пластика можно накрывать. И вот там вот должна быть 90% влажность, чтобы наш черенок прижился. Ну вот, если напоследок поговорить про коллекцию ботанического сада. Какие виды новые здесь или сорта появились? Вот что сегодня здесь представлено? И может быть, что-то такое уникальное у вас есть? В коллекции роз ботанического сада насчитывается более 280 сортов роз, в относящихся к 17 на сегодняшний день садовым группам. Вот на территории в один гектар произрастает у нас более 2,5 тысяч кустов роз. Все сорта у нас диковинны, все ценные, все необычные. То есть у каждого есть свои декоративные какие-то особенности, декоративные качества, свои устойчивости к перезимовке, какие-то вот свои сроки цветения разные. Но это больше к группам относится. То есть, например, парковые розы зацветают самыми первыми, затем зацветают прямо практически с ними. вспыхивают ремонтантные розы, потом уже присоединяются наши плетистые крупноцветковые, к ним подключаются чайно-гибридные, уже потом флорибунда пошла, потом палеантовые. И вот так вот непрерывно и что-то отсветает, а что-то повторяет цветение. Много привлекает особенно внимание посетителей. Это наши штамбы, штамбовые розочки. Привлекает внимание наша желтая роза. Это гибрид роза лютея. Называется сорт персиан елло. Она очень ранняя. Она такая вот, огонек такой вот в розарии, потому как, я же говорю, она первая, яркая. Потом, например, парковые розы наши, ханза, она одна из первых зацветает. Ритаусма наша тоже. Татьяна, спасибо вам большое за такой интересный разговор и, конечно же, целые советы. Спасибо и вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова